Людмила Грик. Однажды ты проснёшься. Седая голова тряслась, а руки дрожали. Она была стара, но не потеряла ясность ума. Каждое утро она просыпалась и, прежде чем начать новый день, выходила в свой сад и, повернувшись в сторону восхода солнца, молилась. Благодарила небо за возможность прожить ещё один день на земле, вкусив и горести, и радости, и боль, и исцеление. Потом она заваривала себе травяной чай, выходила во двор и садилась на скамейку под окном. Ждала. Сегодня мимо её дома, стоявшего у дороги, проходил человек. По всему было видно, его что-то тревожило, и на сердце лежал тяжёлый камень неразрешимых забот. Он остановился у забора и посмотрел на старую женщину, державшую в дрожащих руках чашку. Манана улыбнулась ему и жестом пригласила зайти. Человек выпил чашку горячего травяного чая, и у него потеплело на душе. Манана удовлетворённо кивнула и принялась за работу. «Однажды ты проснёшься и поймёшь, что мир уже никогда не будет прежним. То, что было ценно вчера, сегодня потеряло всякий смысл», — говорила Манана, перебирая пучки сухих трав. «В этой жизни есть только то, что ты чувствуешь и видишь сейчас». Человек, опустив голову и печально улыбнувшись, начал говорить. «Как бы я хотел отдать все богатства мира, чтобы вернуть то, что было ценно вчера. Как бы я хотел, чтобы никогда не наступало сегодня с его новой ценностью. Ведь то, что я любил больше жизни, осталось в дне вчерашнем. У нас с женой не было детей. Так получилось, что она не могла их иметь, а я любил её просто за то, что она у меня есть. Наша жизнь была наполнена смыслом любви друг к другу. А потом у нас появился Джек. Поначалу маленький, смешной и неуклюжий. Он делал лужи в прихожей, а вечером скулил возле кровати и успокаивался только тогда, когда жена брала его к нам. Он, радостно виляя хвостиком, облизывал ей лицо и, свернувшись клубочком, засыпал между нами. Джек был нашим ребёнком. Он вырос на наших глазах. Он беззаветно любил нас и тосковал, когда нас долго не было дома. Когда мы ехали путешествовать, то он ехал вместе с нами. А как же, это же наш ребёнок, который всегда должен быть с нами. Однажды мы приехали на великолепное озеро. Чистая вода, синее небо и никого вокруг. Я поставил палатку, развёл костёр, накачал лодку и поплыл на середину озера, чтобы наловить рыбы. Жена с Джеком остались на берегу и дурачились. Мои самые дорогие на свете существа. Я не слышал и не видел, как подъехала машина. Неистовый лай Джека я принял за игру. Он всегда громко лаял, когда разыграется. И только когда до меня долетел крик жены, я понял, что случилась беда. Я грёб к берегу изо всех сил, но не успел. Бездыханное тело жены лежало возле нашей машины. Рядом с ней лежал Джек и с тоской смотрел мне в глаза. Из раны на животе текла кровь. Мне удалось его спасти, но прожил он недолго, примерно полгода. Джек, так же, как и я, любил свою мать, мою жену. Без неё его жизнь не имела смысла. А без них моя жизнь не имеет смысла. А вы говорите, что то, что было ценно вчера, сегодня потеряло смысл. Манана слушала его, а пальцы не переставали перебирать травы. Она впитывала его слова и отпускала их на волю, очистив от горечи утраты. Зайдя в дом, она вышла из него, держа в руках пузырёк с мутной жидкостью. Всё, что происходит в жизни человека, происходит не просто так. Что-то делает нас сильнее, что-то, наоборот, слабее. Но в любом случае это нас чему-то учит. А наша задача — вынести правильные уроки. Твоё горе безмерно, и я не вправе учить тебя. Но одно хочу сказать — ты живёшь здесь и сейчас. И ты не знаешь, что будет ценно завтра, так как оно, наступая, превращается в сегодня. Возьми эти капли, добавляй вечером в чай, чтобы твои сны были спокойными. Человек опустил пузырёк в карман и пошёл в сторону калитки. Манана опустилась на скамейку и смотрела ему вслед, тряся головой. Не успел он отойти от дома у дороги, как увидел впереди сидящий комочек, похожий на Джека, такой же маленький, смешной и неуклюжий. По щеке пробежала слеза, которую слезал смешной комочек прижатый к груди. Однажды ты проснёшься и поймёшь, что мир уже никогда не будет прежним. То, что было ценно вчера, сегодня потеряло всякий смысл, — говорила Манана, перебирая пучки сухих трав.